За звание лучших студентов среднепрофессионального образования, знающих все о правах и обязанностях, боролись пять команд. А площадкой для правового квеста стал парк Ривьера. Задача участников за минимальное время пройти 10 станций. На них студенты писали правовой диктант, отвечали на вопросы о государстве, суде, правах человека, вспоминали календарь правовых и общественно-политических дат и разгадывали кроссворды. При этом пользоваться любыми подсказками было запрещено. Сейчас молодежь больше нацелена на какой-то тренд, на современные технологии. Но именно знать право и применять его – это тоже тренд. Потому что современный человек, он должен быть образован во всех сферах, в том числе и в юриспруденции права. Правовой квест впервые прошел в мае в Краснодаре. В Сочи организаторами выступили Совет молодых депутатов при городском собрании Сочи совместно с Государственным юридическим бюро Краснодарского края и Управлением молодежной политики города Сочи. Это уже не первое совместное мероприятие. У нас уже проводятся совместные приемы, открытые уроки. И вот теперь пришло время вот такого молодежного квеста. И цель – это повышение правовой культуры нашей молодежи и, конечно же, повышение правовой грамотности. Мы хотим побудить нашу молодежь к тому, чтобы они самостоятельно изучали право и в дальнейшем были ответственными гражданами своего города. По результатам правового квеста были определены три победителя. Кубок и диплом за третье место получила команда Кубанского юридического колледжа. Второе место у студентов Сочинского филиала Всероссийского государственного университета юстиции. Лучшей командой стала исполнительная власть Сочинского финансово-юридического колледжа. Эмоции просто меня зашкаливают. Я в шоке. Я очень рада, что я здесь побывала. Я к квесту не готовилась, так как я учусь на судебнице. Думаю, этот квест был мне полезен. И я советую всем посещать такие мероприятия, потому что они учат чему-то полезному всегда. И я просто, я не знаю, у меня эмоции переполняют такого результата. Мы не ожидали, но мы старались. Команды-победительницы правового квеста примут участие в финальных состязаниях. Они пройдут в Краснодаре в ближайшее время.